Число вновь заболевших коронавирусной инфекцией за новогодние праздники уменьшилось. Специалисты говорят, возможно, люди стали реже обращаться в поликлиники. Уменьшилось и число коек в госпиталях под больных коронавирусом за неделю на 405. Вот и появилась возможность с той же пятой горки открыть чистое отделение. Министр обещал, что удастся развести потоки больных и врачи грязных отделений в чистых работать не будут. На снижение числа зараженных повлияла и иммунизация населения, уверяют медики. Правда, вакцина для детей и подростков в регион еще не поступила. По информации Минздрава России, сейчас проходит данная вакцина, контроль на безопасность ее. И как только все будут подтверждены тесты на ее безопасность, она будет распределена между субъектами Российской Федерации. То есть мы тоже ждем в январе прихода данной вакцины. Холодильное оборудование для нее приобретено. Вакцинировать подростков планируется как в самих поликлиниках, так и в организациях. Разумеется, только с разрешения родителей, сообщил министр. К слову, в регионе по-прежнему фиксируют дельта штамм COVID-19. Омикрона не выявлено. Всех интересовало, ждать ли новой волны. Как развернется ситуация, будет понятно, недели через полторы-две, потому что начались рабочие дни. Люди возвращаются с отдыха, в том числе из-за рубежа. Поэтому будет немножко попозже понятно, как развернется ситуация психологическая. В целом, сообщили специалисты, сотрудники скорой выезжали на вызовы почти в том же объеме, как и в прошлом году. Уровень госпитализированных тоже практически одинаковый. Чуть более 6 тысяч человек. Переохлаждений зафиксировано немного. Зима нынче не суровая. Да и отравлений суррогатным алкоголем не так много. 103 на весь край. Для сравнения, в прошлом году таких было 97 человек. Татьяна Голубева, Денис Толка.